Еще раз всех приветствую и сегодня поговорим на мега актуальную тему Это калибр струн для разных строев и для разных стилей Ну, для начала я думаю, что, может быть, не всем очевидно, но на самом деле это просто аксиома То есть, когда речь идет о игре рок и металла, то есть риф и соляки Там всегда выигрышней, тоньше струны То есть, если, допустим, мы говорим о стандартном строе, то это 9.42 или 10.46 Для джаза, блюза, таких вещей, которые больше ориентированы на чистый звук, на какие-то аккорды и такие вещи Там, как правило, выгоднее именно толстые струны, потому что они дают более округлый звук И обычно менее резкую атаку Конечно, находятся неопытные ребята, которые начинают говорить, типа, нет, надо высекать на толстых струнах, на тонких, это для дыхляков и так далее Ну, давайте посмотрим на самых лучших высекателей в мире То есть, допустим, Нуно Бетенкурт обладает чудовищной атакой Звучит мега резко, четко, прямо с гвоздями, со всеми делами Струны 9.46 Пол Гилберт, я думаю, тоже представлять не нужно Все понимают, что там просто взрывная атака, все мега четко Струны то ли 9.42, то ли 9.46 Петруч, тот же самый, 9.46 Стив Вай, по-моему, 10.42 или 10.46 Сатриани Виктор Смольский, я, честно говоря, не помню какой у него комплект Но тоже то ли 10, то ли 9 для стандартного строя Поэтому вот так вот, то есть я здесь с этим спорю бесполезно Потому что это лучшие люди в мире именно по игре на электрогитаре Поэтому они знают толк высекания, знают толк звукоизлечения И какие нужны для этого нормальные струны Итак, давайте постараемся разобраться, от чего вообще берется этот бред Типа, что металл нужно играть на толстых струнах На самом деле, как правило, это берется от неумелого звукоизлечения То есть, допустим, если начинающий гитарист Или не обязательно начинающий, он может играть 30 лет, но играть херово Если у него не поставлен звукоизлечения То, как правило, при игре медиатором по струнам Он играет что-нибудь типа И возникает чудовищный нестрой То есть человек, по сути, делает бенд медиатором Естественно, от такого струна тягивается и начинает высеть Потом она выравнивается, но тем не менее Это звучит, естественно, хреново Типичный представитель из каких-нибудь слабых гитаристов Который играет правой рукой вот так вот, неумелый, с диким нестроем Это, допустим, вот этот человек То есть, как видите, это просто дико ездит по ушам То есть, реально, любой человек, у которого есть хоть какой-то музыкальный слух Слушать это не сможет Он просто сразу скажет, что это за какой-то кошмарный ужас Для новичков это может восприниматься как какой-то драйв в игре Что человек, как будто так Старается что-то делать Но, естественно, любой играющий гитарист будет просто, как говорится, голос над такими вещами ржать Конечно, многие начинающие гитаристы по неопытности пытаются оправдать своих слабеньких кумиров И говорят, типа, это техник гитарный настроил, еще что-то Но на самом деле это проверяется очень просто То есть, виноват техник или виноват гитарист Если человек, допустим, сыграл вот так вот Сначала не строй, а потом звук выравнивается Значит, облажался гитарист А если он все время не строит Ну, значит, соответственно, гитара не настроена И там уже другой вопрос Кто там облажался, техник или гитарист, который это не слышит И, то есть, опять же, выглядит это вот таким образом Как видите, здесь сначала идет адский нестрой А потом гитара выравнивается Значит, опять же, виноват в таком кривом звукоизвлечении именно гитарист Сейчас я не буду рассказывать долго про атаку У меня на эту тему есть уже несколько видео Вот последнее, буквально, из них можете посмотреть по этой ссылке Которая появится сейчас в левом верхнем углу экрана И напомнили, что, когда мы делаем бросок Удар по струне Наша задача сделать так, чтобы струна не поехала за медиатором То есть, опять же, не делать это бэн А именно пробить вот таким образом То есть, как видите, именно этот дает такой вот панч А не вот эту вот возню с диким нестроем Естественно, это нельзя сесть и получить сразу То есть, посмотреть видосы, сказать А, я понял, да, я играл вот так вот А сейчас стал играть нормально Конечно, так не работает То есть, нужно развитие на колоссальную меткость, резкость И, соответственно, вот прям, как будто вы так спичку чиркаете Сам я, как правило, играю на девятке и на десятке То есть, ну, чаще на десятке Но для этого видео я специально здесь оставил на этой гитаре Прям родные транспортировочные струны заводские Они, конечно, достаточно тухлые Это девятка Но, тем не менее, комплексы на них вполне можно Вполне давать такого панча И при этом нормально строить Это никакие не сопли, там, не ниточки и так далее, как многие говорят Касательно марки струн Я играю на лексирах Покупаю я струны в магазине Струнки.ру Вот последний мой заказ Это струны 10.52 Но это, конечно, ни в коем случае не для стандарта Это для строя дроп-до То есть, касательно более низких строев Ну, если, допустим, вы пускаете, например, гитару в ре Тогда, соответственно, самый раз Это где-то 11.49-11.52 Пускайте, например, всю гитару в до Тоже можно ставить 11.00-11.54, допустим Если еще ниже, там, скорее всего, появится 12-е Но, естественно, чтобы у вас третья была всегда без оплетки Потому что третья с оплеткой Это, конечно, просто лютый ужас Я вот не видел ни одного гитариста В каком бы он ни был низком струне Чтобы у него была третья струна с оплеткой И, кстати, такой вот небольшой в топ Раз уж я говорю про магазин Струнки.ру Потому что мне часто спрашивают Какой выбрать тюнер То есть, я вот, опять же, буквально там купил такой тюнер Который вешается на головку Потому что есть, конечно, эти клипсовые тюнеры Которые снял, убрал Но мне они нравятся меньше То есть, такой тюнер, мне кажется, более комфортным То есть, не нужно постоянно, но не мешается Сзади закреплен И, естественно, у вас находится всегда под рукой Ну и, в принципе, я там покупаю Всякие полезные мелочи То есть, всякие стрит-локи и так далее И напомню то, что по промокоду FREDGITARIST Вы можете получить скидку 7% Ну и напоследок хотел покоснуться Еще одного просто мега угарного мифа Это когда люди советуют настраивать гитару Чуть ниже, чем нужно Типа, чтобы потом как раз Вот этой вот кривой атакой Подводить ее в том Это просто лютое дно Естественно, совет просто крайне вредный Гитару нужно настраивать просто в нулину То есть, вот так, чтобы у вас стрелка По тюнеру была прям ровно по центру И просто за счет правильного звукоизвлечения Получать нормальный настроенный звук Хоть на восьмерках Опять же, кстати, вот Инги Мальсен Который и рифы поливает И все что угодно И соляки Он играет, не помню сколько Восемь там с чем-то Но, в общем, играет на восьмерке И, причем еще и строен на полтона ниже То есть, и не жалуются на какие-то Сопли, канаты и так далее В общем, как обычно Здесь говорят правду игре на гитаре Конечно, опять же, кто-то будет бомбить Говорит, типа, нихрена вообще не так Я покупаю 1470 стандарт Все остальное для меня сопли Ну, попробуйте поспорить В плане высекания с Беренкуртом или с Гилбортом Я думаю, что будет смешно В общем, как обычно Всем успехов в развитии Удачи и пока